Всем привет, дорогие зрители, мы с вами продолжаем. Что мы делать? Конечно, проходить GeoAdventures. Мы половину только миссий всех прошли, еще осталась добрая половина. Меня это немножко напрягает за счет того, что я уверен, что большая часть из тех миссий, которые остались, они, ну, ничего нам интересного не покажут. Но все-таки хочется верить в то, что хоть пять миссий, но будут яркие и запоминающиеся. Так, вот я добрался до переулка. Тут нас ждет миссия, которая называется «Бомба под сиденьем», если я не запамятил. Да, Geo, ко мне сегодня пришел клиент, предложил очень хорошие деньги за свою машину. Я обычно с машинами дел не имею, но ему были очень нужны деньги, и сделка была выгодной. Не отгонишь машину к Чарли на продажу, ты в автомобиле понимаешь куда больше моего, мы точно торгуемся за хорошую цену. Я там тебе долю от продажи, не знаю, но знаешь, Geo, будь осторожен, что-то в этом клиенте было подозрительное. Уж очень он хотел расстаться с машиной. Я понимаю, почему он хотел расстаться с машиной по названию миссии. Потому что там была бомба, и если я что-то там сделаю не так, бодобум, и все, и буток у нас. Так, машина находится неподалеку, это радует, полицейский, как обычно, в огромном количестве ездит по этому городу, в этой DLC-шке, да во всех DLC-шках на самом деле. Эх, очень не хочется оставлять тут эту коронную машинку, но не такая уж и плохая машина у этого клиента. Если ваша скорость упадет ниже 35 мили в час, машина взорвется. Ну, в общем-то, как я и говорил в предыдущей части, то, что тут будет что-то похожее на большую прогулку в первой части мафии. Вот, бодобум. Вот что-то примерно похожее. Ну ладно, по крайней мере, я уже владею знанием этим, так что сейчас мы пройдем эту миссию и будем стараться входить в повороты очень-очень быстро. Я надеюсь, что ехать нам недалеко, я эти моменты врезать сейчас вот не буду, потому что вот такой, вот где бы вы могли еще такую видеть, а? Я знал же, что сейчас это такое произойдет, поэтому не выключился. Офигеть. Вот такая вот хваленная физика в игре Мафия 2. Да, порой она вносит свои вот такие вот классные моменты. Так. Пока не заводим. Нужно посмотреть, куда именно ехать. Ладно. Будем стараться. По крайней мере, у нас нет выбора. Так, аккуратно, вот так вот, аккуратно, аккуратно. Главное, не врезаться тут ни во что. Иначе будет плохо. В первую очередь нам. Так, 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 аккуратно, аккуратно, аккуратно. Все, 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 едем, едем, едем. 60 миль в час. Так, 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 аккуратненько. Размеренно так, не врезаемся. Не обращаем внимания на индюков в синим. Так, 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 так. Ты не мужик? А, хотя ты все равно выжил, да? Нормально. Реакция есть. Так, 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 что ты сможешь выжить в этом сумасшедшем городе. Все. Задание выполнено, но еще одна секунда, и мы... В общем-то, было бы что-то примерно такое. Задание легкое. Вот уже, пожалуйста, у нас день. Вот, в общем, можно считать, что с второй попытки я все сделал. Наша раздолбанная машина доставилась до этого места. Ну, еще не такая уж и растолбанная. Меня не остановить. Следующее задание. Ну, как по нашей доброй традиции, мы проходим две миссии. Сейчас я доеду до нее и включу запись. Может, что, прям под колесо ты лезешь? Жизнь надоела, да? Ну, я домчал, опять мы едем в бизнес райончик этого сумасшедшего, никчемного, поросшего говном всяким города. Коррупционным, конечно же, говном, а не натуральным. Так, 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 вылезаем из раздолбанной машины, у которой уже и капот, и бампер, багажник. Все на соплях держится. Так, меня не остановить. Джо, у меня тут небольшая проблема. Я недавно делал одному клиенту кузовной под спецзаказу и подправил тормоза так, что они отказали через несколько дней. А мои ребята все перепутали и отдали машину не тому. Кое-кто не обрадуется, если в нужный момент машина окажется не та. Верни ее мне и побыстрее, если тебе повезет, тормоза продержатся. Но, по-моему, ты ими и так не пользуешься. Да, тормозами будут служить проезжавшие мимо нас машины. Садитесь в сломанную машину. Эх, очередное унылое задание. Что ж такое, сколько еще будет-то у нас? Так интересно, я вот эту машину могу спрятать? Эх. Ладно. Ой, у нас время-то ограниченное. Фу-у-у, стоп-стоп-стоп. Король писится. Машину нужную я потом еще себе возьму. Ну, не то, что эта машина прям не нужна. Но она не продержится в нормальном состоянии. В моих руках она уже разваливается на ходу. Так что лучше как-то эту машину оставить. Может кто-нибудь починить вперед? Ах ты! Так, ладно. Сломанная машина. Вот тут на стоянке. Рядом с парком. Какая же она унылая. По внешнему виду. Так-то вроде какой-то, а. Движок-то мощный. И разукрашенная. Ну да. Я сейчас нажимаю на тормоз. Она не тормозит нифига. Не. Ну ладно, по крайней мере. Это нам говорит о том, что гнать нам сильно не надо. Ё-моё! Как ехать-то через весь город? Ну ладно. Будем тормозить. О, машины встречающиеся. Не вижу уж особо такой проблемы. Ну вот. Но я не вижу интересов в прохождении вот такой миссии. Ну потому что да, концепция вроде как интересная. Машина без тормозов там все такое. Ну блин, ну это неинтересно. Ну сколько можно-то, а? Ну все-таки можно было бы какой-нибудь экшен, какой-нибудь сюжет придумать внятный. Либо если вы не хотите придумывать что-то, ну уменьшите хотя бы эту DLC, ну раз в полтора. Ну прибавьте хоть одну какую-то миссию интересную, захватывающую, которая реально запомнится. А не делайте кучу ненужных. Я вот этого не понимаю совсем, но видимо разработчики Мафии 2 думали, что чем больше, тем лучше. Прям как орки думают. Чем нас больше, тем мы круче. Ну ладно. Че же теперь поделать? Машина такая интересная. К сожалению, нам ее вряд ли дадут. Преследую гонщика. Какой преследую гонщика? Ты че, сдурел что ли? Преследую гонщика. А, еще полицейский. Я остановиться не могу. Если даже я очень захотел, я бы не остановился. Так, по крайней мере штраф он хочет выписать. Он не будет по нам стрелять, не будет нас материть сильно. Ну вот так что ничего страшного. Да отвяжись ты уже в конце концов. Бабла ему захотелось. Так, сколько там еще ехать? Ну немного. Время у нас еще осталось. Но тоже не очень-то и дофига. Давай-давай-давай-давай. Машину что, устраиваем довольно-таки до 80 миль в час. Даже до 100, я думаю, что на ней разогнаться вполне. Реально, ну вот тормозит она очень нехотя. О! Ну вот так может тормозить. Кто запрещает? По-моему, очень неплохой вариантик. Так, так, да цепись ты уже в конце концов от меня. Я понимаю, что тебе машину круче, я понимаю, что тебе бабла хочется. Ну, не сейчас. В следующий раз как-нибудь. Может быть тебе повезет. Так, так, так. Ну, совсем-совсем. Еще один малюсики поворот. Буквально. Через весь город он со мной едет, да? Вы ему скучно тут наверняка на дежурстве. Мать. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну, я успел. На последних буквально секундах я успел отогнать этот драндулет до другого конца города и получить свои законные 100 долларов, и моя машина транспортировалась прямо к тому месту, куда я довез тот драндулет. Ладно, еще на нем можно, в принципе, покататься. Так. Супермаркет. Причем черное. И арена бриолинщиков. Вот это, я, по-моему, смотрел где-то, возможно, на ютубе, возможно, где-то читал описание этой миссии. Ну, это задание интересное. По крайней мере, оно хоть чем-то выделяется. Ну, ладно, на этом мы закончим. Вот такие вот унылые задания мы в очередной раз посмотрели. Я залью специальную серию попозже, чтобы после ее просмотра вы сразу легли спать и умиротворенно заснули, прям сразу отрубившись. Вот. Всем спасибо за внимание, дорогие друзья. До скорых новых ярких встреч в прохождении очередных очень интересных миссий время Мафии 2 за Джо Адвентюрс. Приключения Джо продолжаются. И надеюсь, что в следующей части вы получите удовольствие от увиденного. И я не буду таким унылым голосом рассказывать вам про эти задания. Всем спасибо. До скорых встреч.